Так, в этом месте мы можем поредактировать ударные. Точнее, поставить какой-либо другой паттерн на месте 33-го такта. Так, допустим, это будет четвертый паттерн. Послушаем. В принципе, мы можем создать новый паттерн для того, чтобы его поставить в 33-й такт. Поэтому давайте это и сделаем. Выделяем четвертый паттерн. Нажимаем Edit Copy Pattern. Теперь нажимаем на шестой паттерн. Вставляем его. Так, и здесь мы можем... Что изменить? Мы можем вставить первый канал, дорожку из первого канала на первое звучание. Попробуем. Попробуем оставить так. Теперь выбираем А6, что означает шестой паттерн. И зарисовываем его. Так, давайте еще раз прослушаем. Так, и здесь мы, в принципе, можем еще немного подредактировать шестой паттерн. И добавим туда вот этот звук. Попробуем сделать вот так. Теперь нажимаем на четвертый канал. И на тринадцатое положение поставим звук из четвертого канала. Теперь выбираем уровень звучания небольшим. И ставим на шестнадцатое положение звук из первого канала. Теперь давайте послушаем, как это будет звучать в нашем треке. Можно еще немного подредактировать его и добавить туда звук из десятого канала. Выбираем его. И ставим на первое место. Также можно добавить вот этот звук. Попробуем поставить его сюда. Оставим так. Теперь давайте скопируем. Скопируем паттерн из дорожки Drums. Выделяем. Зажимаем клавишу Ctrl и перетаскиваем. Давайте еще раз послушаем. Так, мы можем поставить на место сорокового такта. Паттерн, допустим, пятый. А еще лучше поставить шестой. Попробуем. Так, теперь давайте скопируем эти сэмплы. Послушаем, что у нас получается. Так, нам необходимо скопировать паттерны из дорожки Matrix. Выделяем их. И копируем. Так, теперь давайте начиная с 57 такта. Поставим четвертый паттерн. То есть это тот паттерн, в котором у нас нет нот. То есть мы его ставим для того, чтобы у нас ничего не играло из Matrix. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Послушаем. Теперь давайте еще скопируем эти сэмплы. И давайте сделаем небольшой фейт в дорожке Solo. Для того, чтобы сделать фейт в секвенсоре, мы выбираем линию и рисуем ее. Допустим, так. Послушаем. Так, сейчас мы перешли к первому такту из-за того, что у нас включен луп. То есть зацикливание. Можно его отключить. И передвинуть вот этот показатель. Который нужен для того, чтобы определять, на каком месте переходить к первому такту. Ну что ж. Ну вот, пожалуй, все. Теперь давайте перейдем к 10 главе. Мастеринг. Продолжение следует... Продолжение следует...